На этой неделе стартовал муниципальный этап традиционного краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2016». 15 лучших воспитателей со всего Славянского района встретились в детском саду номер 7. Какие конкурсные испытания им предстояло преодолеть, расскажут мои коллеги. Как и в прошлом году, предшествовал основной программе конкурса «Заочный тур», по условиям которого участники разместили свои педагогические наработки на интернет-ресурсе, чтобы жюри провело среди них отбор 15 лучших работ. Здесь за два дня соревнований воспитатели приобрели запас положительных эмоций, поделились накопленными материалами, чтобы затем применить их в работе. Сегодня в Славянском районе проходит конкурс «Воспитатель года-2016», несмотря на то, что заканчивается 15-й год. То есть, конкурс длится в течение учебного года. Соответственно, мы сегодня выбираем лучшего воспитателя Славянского района. Всего у нас участников 15. Каждый из них блеснёт своим профессионализмом, талантом и мудростью. Участников муниципального этапа поприветствовал начальник управления образования Виталий Титаренко. Он и дал старт к началу конкурса, поблагодарил воспитателей за профессиональный труд и любовь к выбранному делу. Участие в конкурсе – это всегда одна из грань вашего дидактического мастерства. Участие в конкурсе – это как никогда та цепочка, которая замыкает определённый круг ваших познаний, ставит планку на ещё одной высоте педагогических стремлений. В конкурсе приняли участие как уже опытные воспитатели, так и молодые, только начавшие свою профессиональную деятельность. Анастасия Радкевич работает воспитателем детского сада номер 2 всего полгода и участвует в конкурсе впервые. Для неё это отличная возможность набраться профессионализма и опыта, который пригодится ей в дальнейшей работе. Ещё в школьные годы я мечтала стать педагогом. Пошла учиться в педагогический вуз. Когда родился сыночек, я была ещё студенткой, и мои интересы всё больше и больше ушли к дошкольному воспитанию, что и привело меня в детский сад. Начался второй этап конкурса с жеребьёвкой участников. После жеребьёвки на очном этапе каждый из участников конкурса тянул билет с названием темы, возрастной группы и предмета, с помощью которого специалист проводил пятиминутное занятие с детьми на глазах жюри и болельщиков. На подготовку педагогического экспромта давалось не более пяти минут. А ещё у нас ещё кто любит шишки? Кто любит шишки? Дети. Дети. Ну, конечно, дети все любят шишки. И мы тоже с вами любим шишки. А теперь давайте, смотрите, давайте представим, как будто мы с вами маленькие бельчата. Как белочки прыгают с веточки на веточку. Ну-ка давайте попрыгаем, прыгаем. Прыг-прыг. Далее педагогам предстояло пройти ряд конкурсных заданий. Это творческая презентация, домашняя заготовка, где воспитатели делятся опытом решения различных педагогических проблем, тестирование, назнание профессиональной терминологии и законов. А уже 11 декабря пять финалистов провели открытые занятия с детьми, мастер-классы, приняли участие в заседании круглого стола. По итогам всех конкурсных дней определится лучший педагог дополнительного образования, который будет защищать честь Славенского района на краевом конкурсе. Надежда Неткочева, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа События.